Здравствуйте, друзья! Поступил очень хороший вопрос, очень глубокий, о стеснении. «Как не стесняться веры?» Человек спрашивает, интересуется. Я полагаю, что ответ на этот вопрос будет неожиданным и очень серьезным. И чтобы показать, насколько серьезным и неожиданным, я вам так скажу. Я 20 лет в сане и до сих пор остро испытываю такое чувство, которое можно назвать стеснением. А теперь давайте, собственно говоря, сам вопрос. Он звучит действительно коротко. «Как научиться не стесняться веры?» Вроде как с делами не стесняясь, а в сердце все равно какие-то мысли, стеснения. Я попросил человека пояснить, что он имеет в виду, на конкретных примерах, как это выражается. И здесь несколько примеров приведено. В частности, когда на улице меня сын спрашивает на церковную тему, задает вопросы, я ему отвечаю. «Давай дома расскажу» из-за чувства стеснения посторонних. Это как пример. Один из примеров. Тут еще несколько примеров есть. Сразу скажу, это не стеснение. Это не стеснение. Вы не стесняетесь своей веры, вы не стесняетесь Бога, вы не стесняетесь Евангелия. Вы этого не стесняетесь. Следовательно, на вас не распространяются слова Христа, сказанные, опять же, в Священном Писании, «Кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и Сын человеческий постыдится тоже, когда придет во Славе Своей пред Отцом Небесным». Здесь речь не о стеснении идет. У вас будет обязательно в жизни такой момент. Вы его не пропустите никаким образом. И, может быть, не один такой момент, когда вы вдруг почувствуете, что вот здесь, сейчас нужно встать и сказать, а я христианин. И не постесняться, не постыдиться, не побояться. Вы почувствуете этот момент. Он будет. И вы не обманетесь. То есть, это будет абсолютно четкое ощущение, что вот этот момент настал. И у вас будет вполне сознательный выбор, как вам поступить, постесняться или не постесняться, испугаться или не испугаться. То есть, в тот момент вы четко совершенно будете перед этим нравственным выбором, за что Господь вас и будет судить потом, в конце концов. То есть, если вы постесняетесь, то и, соответственно, получите. Если не постесняетесь, то тоже, соответственно, получите. И, поскольку Господь вас именно за это и будет судить, то здесь вы и не пропустите этот выбор. Нельзя такое нечаянно, где-то, как-то, и что он, не он, этот момент настал, не настал. Вы его не пропустите. Это абсолютно будет четко, ясно и понятно. Совершенно очевидно просто. А вот это чувство, которое вы испытываете, это на самом деле такт. Это некая тактичность. Если хотите, это рассудительность, такая интеллигентность, которая внутри, в глубине вашего сердца говорит вам, в какой момент нужно вообще-то промолчать, и веру свою не выпячивать, и как-то это дело прикрыть. И ум вас в данном случае обманывает, он вам говорит, ну как же, ты же вот тут, значит, должен засвидетельствовать о своей вере и еще что-то. Но это ум, он несовершенен. Сердце оно точнее нам подсказывает, потому что оно учитывает массу всего, что ум не успевает просмотреть. Сердце чувствует общую атмосферу, сердце чувствует момент, нужно, не нужно. Оно какими-то своими руководствуется соображениями, простите меня так скажу. Действительно, оно-то подсказывает вам, что вот сейчас лучше не нужно. Вот, например, вот сына спрашивают о вере что-то, а вы как-то… вот оно-то вам как раз и говорит, что не надо здесь. Это не чувство стеснения людей, это тактичность. Я бы вам посоветовал вообще это чувство беречь. Его нам сейчас очень не хватает, вот очень не хватает. Сейчас-таки времена настали. То ли мы как-то боимся этого ощущения, потому что оно похоже на то, что мы якобы стесняемся, и боимся, что «ну как же я Христа стесняюсь, как же я могу». И мы где-то себя пересиливаем и идем, как нам ум подсказывает, в том направлении движемся, минуя все эти ощущения. То ли по этой причине, то ли еще по какой-то другой. Но нам вот этого очень сейчас не хватает. У нас сейчас такая ситуация, когда мы свою веру выпячиваем невозможности. А, собственно говоря, не надо бы этого делать. Выпячивать-то нечего, собственно. И вот тут немножко грустная история начинается, грустная часть моего ответа. Понятно, первые века христианства, первые века – это непосредственно свидетели жизни самого Христа, свидетели жизни апостолов, их учеников мужей апостольских и так далее, то есть в ближайшие несколько столетий. Когда были гонения на церковь, когда церковь была меньшинством, так скажем, «малым стадом», евангельскими словами выражаясь, «не бойся, малое стадо», Христос говорил кому? Своим ученикам. Так вот, когда церковь была в таком положении, в угнетенном, стесненном, про которое апостол Павел говорил, «а мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллиным безумие». Когда это все было, была иная ситуация, не такая, как сейчас. Тогда нужно было громогласно свидетельствовать о воскресении Христа, проповедовать. И люди шли, проповедовали, и умирали на аренах, кормили их зверям, сжигали их, казнили, пытали чудовищным образом. А люди все равно шли. А кроме того, христиане того времени являли собой в основной своей массе образец святости, образец нравственности. Их прямо называли святые. Это первое название, еще до того, как их стали называть христианами, их называли святыми. Народ их очень уважал, боялся даже. Они казались людьми какими-то совершенно неземными, в хорошем смысле этого слова. И посмотрите свидетельства, например, язычников, того времени, современников, как они о христианах отзывались и как они говорили. Да, они казались, может быть, немножечко странностями, со странностями-юродями какими-то, но христиане себя вели очень достойно. Они во время эпидемии, во время чумы какой-нибудь, оспы, они не только своих не бросали, но и подбирали язычников, которые не все были такими нравственными, выкидывали своих на улицы, и трупы там лежали в городах. Чтобы остановить эту эпидемию и оказать христианскую любовь, эти люди, христиане, собирали и почивших уже, и еще живых, доставляли им какое-то утешение, а потом хоронили их по-человечески. Пока сами там не слягут, они вот это делали. И все это вызывало весьма положительные эмоции у язычников, симпатии. Им казалось, что же это за люди такие, которые вот так вот преобразились, что и себя не жалеют, что же это за учение такое, чему же они там учат на своих собраниях христианских, что это там за богослужение такое христианское, как они Богу услужат, как они молятся, что это за такая настоящая вера. Надо сказать, что в те времена язычники, по сути дела, оно себя исчерпало язычество. Всерьез его мало кто воспринимал. Даже самые оголтелые, они понимали, что это уже не серьезно что-то было. оно себя исчерпало изнутри. Поэтому даже жрецы и прочие не относились к своей вере настолько серьезно, как относились простые рядовые христиане. И, конечно, это вызывало симпатию у людей. Собственно говоря, христианство завоевало, скажем так, мир именно вот этим. Именно своей высотой нравственного подвига своего. И тогда стесняться учение Христа было, ну, понятно. Это как-то негоже. Но вот именно тогда это и было. Апостол Павел говорит, что мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллином безумие. Почему безумие? Кто такие эллины? Эллины – это представители греческой культуры. Эллинская культура, Эллада. Наследники Аристотеля, наследники греческих философов. Вот это все, что было воспитано лучшими образцами греческой культуры, греческой мысли. Это и Рим. Тогда Римская империя была, собственно говоря, завладела всем Средиземноморьем. Но Рим во многом воспринял именно греческую культуру. Именно греческую культуру. Эллины – это представители греческой культуры. Почему для них безумие? Да потому что учение христианское, оно выглядело глазами эллинов, выглядело просто безумием, действительно. Для них идея о воплощении Бога, что Бог стал человеком – это полное безумие, абсолютное. Вот почему безумие. Поэтому сказать, что я христианин – это был определенный клише, ярмой, не знаю. И вообще это было опасно для жизни. Были гонения. Христианином быть нельзя. Что мы видим сейчас? Мы видим совершенно другую историческую эпоху, абсолютно другую. Люди остались те же. Грехи остались те же. Люди так же, как и тогда, совершенно несерьезно относятся к своей религии. Вот именно такое название – своей религии. Потому что какая религия тут вообще? Речь отдельная и особенная. Вроде как бы не язычники, вроде как бы все крещённые, но, по сути дела, это тоже языческое общество. Но уже с христианскими оттенками. И сейчас сказать, что я христианин – ни для кого это не кажется безумным. Христианские идеи все впитали, все усвоили. Воплощение Бога – это уже стало нормой жизни. Мы даже не понимаем, насколько это не могло вместиться в сознание людей, две тысячи лет назад живших, в сознании язычников. Мы просто на уровне рефлекса, что ли, привыкли к тому, что да, Христос родился, Бог воплотился, ангелы ликует, пасторы встречают, чудо-чудо возвещают. Все на уровне детских песен. Мы привыкли к этому, затаскали эти фразы, не понимаем, что за смыслы, какие глубины там скрыты. И поэтому сказать, что я христианин – молодец. И все. То есть это уже не вызывает никакого впечатления. А кроме того, чем мы сейчас можем похвалиться? Какой социальной работой? Если христиане первых веков завоевали мир, покорили мир своей нравственной чистотой, высотой, то чем мы это покорим, завоюем? Нам бы сейчас молчать в тряпочку. Правда. Потому что вера-то у нас… Кот наплакал. Потому что времена сейчас такие. Мы просто в театр играем. Храм для нас – это как будто бы некий театр. А мы играем в верующих людей. Приходим, молимся, что-то делаем. Но, по сути дела, все это очень-очень грустно. И все только внешне. Все только внешне. В первых веках христианства не было в церкви столько возможностей, сколько сейчас. Но тогда она внесла социальное служение. Являла образец любви к людям. А мы сейчас что? Нас постоянно упрекают. Постоянно нас упрекают в том, что мы зажравшиеся. Особенно духовенство. То, что у нас золотые купола, колокола, иконостасы золотые. Все в золоте, в шелках и в бархате. А дальше-то, что хорошо, ладно. Говорят, хорошо, понятно, что это для вас как бы икона. Понятно, что вы воспринимаете все, что храм – это как бы образ Царства Небесного. А в Царстве Небесном все должно быть самое лучшее, самое красивое. Допустим, хорошо, но где социальное служение? Где служение людям? Где самоотверженность? Где самоотдача? Только вот эти бесчисленные хоругви, простите меня, крестные ходы. Вот мы только выплескиваем все на улицу. Вот мы, типа, верующие. А где дела? Дела где? Только показушность какая-то. И это происходит, на мой взгляд, из-за того, что как раз нет этого чувства меры, рассудительности, такта, вот этой тактичности нету, которая бы подсказала, что помолчать бы надо. Не выпячивайся, посиди спокойно, скромненько. Действовать сейчас нужно, как наши подвижники, которые уходили в леса, в пустыню, в горы уходили, и там в тишине своих келей молились. Он, преподобный Сергий, ушел в лес, в пустынь, в непроходимую чащу, подальше от людей. Что сейчас там? Правильно, там сейчас город, Сергий в посад. Вот так нужно действовать. Скромность должна быть, скромность. Я не говорю, что нам всем нужно идти в пустыню, но скромность должна быть, а не выпячивание. Тем более, что нечем похваляться-то, по сути дела. Нужны ли крестные ходы? Нужны. Нужны ли красивые, богатые храмы, украшенные и так далее? Все это нужно. Да, это все хорошо. Все это хорошо. Это все надо. Но давайте вспомним, ничему нас история не учит. Давайте вспомним 17-й год. Уж вся Россия была в храмах. Я имею в виду Россия в большом смысле слова. Российская империя, куда входило огромное количество территорий, которые сейчас за границей России. Все было. Все было. Храмы, монастыри, все было украшено. Все было шикарно. Все было. И куда все это делось? И что вы думаете? В этом виноваты злодеи-большевики, которые просто негодяи. А вот нам, как людям верующим, не нужно ли включить мозг или сердце, или веру вспомнить, что мы все-таки люди верующие, и сказать себе, а почему Господь допустил это? Ведь Он же это попустил этому всему случиться. Сатана всегда хочет нас разорвать на куски, но Господь его сдерживал, а в какой-то момент раз и попустил. Почему? Не потому ли, что мы слишком увлеклись вот этими внешностями, слишком понадеялись на вот эту вот красоту? И показал нам Господь истинную цену, что такое вот в Его глазах, в Божьих глазах, цена всем нашим вот этим золотым иконостасам, куполам, колоколам, всему вот этому вот этой всей внешней мишуре. Какова цена в Его глазах? Да она ничего не стоит. Ну, под нож все это пустили, все это разрушили, разорили, уничтожили, сожгли, все до основания. Что осталось? Что осталось? Сейчас вот восстановили, еще восстанавливается, и еще давайте, давайте, еще, еще восстановим, еще, чтобы было потом что разрушать. Неужели непонятно, как к нам люди относятся? Что мы сейчас также в том же меньшинстве, как малое стадо, которое было тогда, две тысячи лет назад. Мы тоже так же малое стадо. Мы живем совершенно в языческом государстве, в языческой стране. Да, она пропитана корнями христианскими, но это язычество с христианским просто оттенком и все. Да, мощь там заложена, это достаточно легко исправить все. Вот в том-то и стыд нам, что если мы этого не сделаем. Но наши двухтысячлетние предки, которых были две тысячи лет назад, они смогли тогда язычников покорить своим нравственным подвигом, своей верой, своей любовью. А мы сейчас, наших современных полуязычников, которые вроде как бы крещеные, типа к церкви неплохо относятся, и артернативы-то нету, у нас конкуренции-то нету. Мы их не можем пленить, мы никак не можем до них достучаться. Да потому что, наверное, нам грош цена. И вот в этой ситуации действительно немножечко надо поскромнее и немножечко как-то потактичнее. И не раздражать лишний раз выпячиванием своей веры на всеобщее обозрение. Это будет не проповедь Христа и христианства, это будет антипроповедь, если мы будем везде на каждом углу себя в персе бить и говорить, какие мы христиане, что вот так, и так, и так. Да, прикрывать нужно свою срамоту фиговым листочком. А у нас слишком мы привыкли к этой показушности. Театр. Веры мало, ужасно мало. Мы просто в очень-очень скудные времена с Вами живем, когда бездуховность полная, крохи какие-то остались. Даже среди верующих людей, среди прихожан, среди людей, которые постоянно в храмах, больше просто желания, что ли. Люди стараются, люди хотят, но не получается. Да и мало нас вообще, ну сколько там, один процент. Ну пять, от силы. Пять процентов максимум. И это не те пять, а вообще-то десять процентов, если так вот взять по всем нормам, что ли, я не знаю, среднестатистическим. Активного населения это всегда десять процентов, а остальное – это пассивное население. Так вот эти десять процентов – это действительно люди, которые лидеры, которые за собой ведут остальных девяносто. У нас даже этих десяти нет. И то, что у нас есть, ну, это максимум, как я говорю, максимум пять процентов. Это масса людей, которые никак не относятся к лидерам. Они относятся, скорее, к тем девяносто, которые ведомые, они не ведут. Очень много, не знаю, духовно больных людей, совершенно больных, на которых уравняться прям нельзя, невозможно. Которые не смогли себя реализовать в жизни. Которые не смогли себе найти место в этой жизни. Не смогли ничего создать. Ни семью свою толком создать не смогли. А может быть, и смогли, но через пень-колоду и все не получилось. Ни детей толком воспитать не сумели. Ничего. Ничего не добились в жизни. С поломанной судьбой люди. Кто-то сам виноват, кого-то жизнь покалечила, кого-то еще по какой-то причине. Потому что времена тяжкие. Все начинает, не знаю, действительно, даже не с семнадцатого года, а гораздо раньше. Все эти потрясения, перемены все это убивает и добивает просто. Так вот, вот эта вся масса людей с покалеченными судьбами, жизнями, куда им прибиться? Вот они прибиваются, кого к церкви прибивают, кого в бутылочку, кого еще куда. Но, по сути дела, это люди, которым нужно оказать милосердие, которых нужно довести до конца их жизни, успокоить их как-то, согреть их любовью. Но они не опора, они не являют собой образец христиан. И вот таких большинство у нас в храмах нет. Времена такие, когда человека не им и мы. Нет людей. Поэтому берегите это ощущение, это ваше чувство. Наоборот, прислушивайтесь к нему. Оно вам правильно подсказывает. Не надо выпячивать свою веру, надо ее прикрывать и где-то в тишине держать. В тайне своего сердца, как Господь говорил. Войди в дом твой, затвори дверь и помолись отцу, который в тайне. И отец твой видящий тайны воздаст тебе явно. Вот этого у нас достаточно. Кстати говоря, может некоторые скажут, есть же в Евангелии слова, что зажегшая свечу не ставит ее под спудом на подсвечнике и светит всем, и же в храме не суть. Так да просветится свет ваш предчеловеке, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Так да просветится свет ваш предчеловеке, чтобы они видели ваши добрые дела. Именно так поступали христиане первых веков. Но нам нужно сейчас проявлять скромность. Времена такие. Помогай Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok